Покрывало скатерти и рушники. Интерес к ткачеству в настоящее время возрождается. Студия, в которой обучают этому традиционному ремеслу, существует и в центре наследия. Мы стараемся изучать, мы находим какие-то материалы, мы находим схемы, мы находим людей, которые точно так же горят такими же идеями, которые пытаются так же возрождать именно вот эти забытые ремесла. И хочется, чтобы именно ткачество, оно имело жизнь, потому что это все-таки живое. Это непосредственно связано с нашими предками, это непосредственно связано с нашей культурой, с нашими традициями. Хочется это возрождать. А буквально несколько месяцев назад Елена Николаевна решила заняться новым видом ткачества – ткачеством травами. Это ткачество является одним из самых таких, наверное, увлекательных, интересных, поскольку мы работаем с живыми травами. Мы используем, например, там, ту же самую полынь, щебрец, ромашки обыкновенные, зверобой, тысячелистник, одолень трава и многие-многие другие. То есть мы заготавливаем эти травы, ездим на луга, в поля, выбираем это все и потом вот слегка подсушиваем или подвяливаем, чтобы трава была не совсем уже мокрая, и тогда уже работаем. Травы для такого коврика подбираются в зависимости от того, с какой целью он создается. Если вы хотите повесить в спальню такой успокаивающий коврик, можно использовать тоже лаванду, полынь, например, и мяту. И некоторые вспомогательные травы, которые не обладают особым резким каким-то запахом, чтобы не перебывать другие, потому что перенасыщение эфирных масел тоже не очень полезно будет. В спальне травяной коврик может помочь справиться с бессонницей, а на кухне, например, возбудить аппетит и помочь пищеварению. Все это благодаря ароматам целебных трав. Но такие коврики принято использовать не только для ароматерапии, но и в качестве оберега. Вот конкретно сейчас в нашем коврике мы используем такие травы, как папоротник, опять-таки он является символом бессмертия. Мы будем добавлять, добавили его. Мы будем добавлять наш обыкновенный пырей, который с давних времен назывался одолень трава. А одолень трава – это та, которая от всяких болезней, от всяких недугов, от глазов, обыкновенные бархатцы, обыкновенную тую, а также лаванду, суховейки, полынь и пижму. Предварительно заготовив цветы и травы, создать такой коврик уверенно мастериться можно и в домашних условиях. Для того, чтобы сделать вот такую конструкцию, много времени не нужно, но для этого нужно обычное бердо, которое используется именно в станках. Его также можно приобрести, опять-таки, везде, либо под заказ у ремесленников, либо купить в интернет-магазине, либо в магазине для рукоделия. И обыкновенная льняная нить. Ну, естественно, две обыкновенные планки, которые, в принципе, можно тоже сделать в домашних условиях. Ну, как вы видите, у нас тут приспособлен стол. Можно это делать в домашних условиях, например, где-то на веранде, на балконе, на даче. Нельзя использовать травы, которые содержат молочный сок, молечный сок, поскольку он очень долго сохнет. И потом будет горький привкус и липкость. На эту липкость, как бы, он привлекают насекомые. И также не используется лебеда обыкновенная, потому что, опять-таки, считается мокрой травой. И такая, как мокрицы, и вот эти водяные травы, которые очень много держат в себе влаги. Присоединиться к изготовлению коврика из трав решила и я. Все оказалось действительно не так уж и сложно. Такой коврик может висеть от года и до бесконечности. Недавно вот мы разговаривали с одной ткачихой, и она сказала, что у нее такой коврик уже висит более 15 лет. Этот коврик, он не теряет свои целебные свойства. Периодически его можно сбрызгивать водой. Они прекрасно себя чувствуют в влажных помещениях. И прекрасно чувствуют себя в ванных комнатах и банях. Об этом видят качества Елена Николаевна узнала случайно. Но сейчас с радостью научатся сдавать такие коврики не только взрослых, но и детей. Очень много забыто ремесел, очень много забыто традиций. И хочется это возрождать и нести следующим поколениям. И чтобы наши дети были более развитые, более приближенные к природе, более чувствительные к матушке-земле. И чтобы они смогли дальше передать наши традиции. Если частичка моих знаний и знаний, которые я нашла, поможет для будущих поколений, почему бы это не использовать? Правда? Субтитры создавал DimaTorzok